Всем привет! Это Просто Кухня. Сегодня мы с вами будем готовить творожную запеканку. Нам для этого понадобится килограмм творога 9% жирности, можно больше жирность творога, 100 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, чайная ложка разрыхлителя, изюм, предварительно замоченный в горячей воде, 3 столовые ложки манной крупы, 200 грамм сметаны, 2 сырых яйца и сливочное масло для смазывания формы. Но с чего мы начинаем, как всегда, когда мы что-то готовим в духовке, это включаем саму духовку, чтобы она у нас прогревалась градусов до 170-180. Пока у нас греется духовка, мы будем готовить нашу запеканку, подготавливать. Значит, высыпаем сначала манную крупу в сметану, хорошенько все перемешиваем. Ну, это, знаете, делается для того, чтобы манка, скажем так, немножко разбухла, что ли. Ну, будем считать так. Хорошо перемешиваем это все, чтобы не было комочков. Но, в принципе, она со сметаной манкой вмешается хорошо. Вот так вот присоединяем до однородной массы. И потом отставим в сторону минут на 15, ну, чтобы вот она так постояла и немножко вобрала в себя влаги из сметаны. Вот в сторону мы это отставили, пока нам это не нужно. Значит, берем творог, высыпаем в него сахар, 100 грамм я уже говорила, да, сахара? Так, ванильный сахар, один пакетик, чайная ложка разрыхлителя. Так, далее два яйца разбиваем. И, ребята, вот настоятельно вам рекомендую яйца сначала все-таки разбивать в блюдечко, а потом уже в продукт вываливать, так скажем. Меня так учила еще бабушка, но я всегда это игнорировала. И однажды вот так я шлепнула яйцо прямиком в продукты, а оно оказалось порченным. И, собственно, продукты все пришлось выкинуть. Поэтому не пренебрегайте такой мелочью сначала на блюдечко, а потом в продукты. Берем наш замоченный изюм. Предварительно в горячей воде изюм берите без косточек. Сливаем с него воду и потом изюм отправляем тоже к нашему творогу. Теперь берем нашу манку со сметаной, которые были перемешаны. Тоже их выкладываем в творог наш. И теперь это все мы должны хорошенько-хорошенько перемешать. Все наши ингредиенты до однородной массы. Творог, если у вас зернистый, имеет зернистую структуру, пропустите его через сито разотрите. Так как у меня творог имеет такую пастообразную консистенцию, я его протирать не стала. Вот мы с вами добились однородной консистенции нашей будущей запеканки. Теперь берем форму. Форма у меня большая, диаметр ее 26 сантиметров. Масло. Маленькие кусочки масла, такие лепесточки, порежьте и оставьте их. Мы будем сверху нашу запеканку выкладывать на нашу запеканку. А кусочком побольше мы будем смазывать нашу форму маслом. Вот так вот щедро мы мажем маслом. Масло я не жалею. Масло у нас потрясающее, вкусное. Прям как в детстве. Мы его берем в монастыре. Да, конечно, дороговато, но зато прям это масло-масло. Такого в магазине нет. Вот так мы маслом смазали дно запеканки и бока. Вот так мы ее всю-всю промазываем щедро маслом. Кто-то еще мукой присыпает или манной крупой. Я этого не делаю. И теперь берем нашу подготовленную творожную массу и выкладываем ее в нашу форму. Казалось бы, да, килограмм творога. Куда столько много для запеканки. Но, как я уже сказала, форма у меня большая, диаметром 26 сантиметров. И семья не маленькая. Поэтому это, в принципе, нормально. Если у вас форма маленькая, то ингредиенты берите поменьше. То есть, можете, если у вас 18 сантиметров диаметром, можете взять тогда полкилограмма, например, творога. А так вот, видите, на такую большую форму, в принципе, это нормальное количество творога. Распределяем всю нашу массу так вот аккуратно. По всей форме. Выравниваем ее, разравниваем, чтобы она у нас такая симпатичная получилась. После этого вот это масло, которое у нас, маленькие кусочки, лепесточки порезаны, мы его берем и выкладываем аккуратно, так вот, сверху, для того, чтобы у нас запеканка получилась такая яркая, красивая, румяная и очень аппетитная. Имела такую, ну, корочка, не корочка, но, чтобы вид был такой аппетитный. Вот так вот немножко сверху масло положили и отправляем в разогретую уже до 180 градусов духовку. Вот то количество, которое у меня там, масса готовится у меня при 180 градусах в духовке 50 минут где-то. Но если у вас меньшее количество продуктов, то, возможно, у вас уйдет меньше на это времени. Вот прошло 50 минут ровно, выключаю духовку и достаю, смотрите, какую красоту. Вот такая она у нас получилась, пышная, румяная, а запах, жалко, камера не передает запахов, ванилью так пахнет, здорово. И теперь можно, когда чуть-чуть остынет, раскладывать по тарелочкам, подавать с джемом, сметаной или сгущенкой, кому как нравится. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!